Если так будет продолжаться, то мы вас проклянем. Зачем задавать Путину вопросы? Ответ бессмысленный. Ты слабак? Считают ли украинцы россиян врагами? Пока да, но это не мой выбор. Большинству пофигу, потому что у них другие проблемы. Ты меня просто раздраконил. Россияне в своей массе, это имперцы, это преподается в школе. Ну, бог великих украинцев, он скажет, потом скажет, что Цымбалюк занимается разжиганием межнациональной розни, это проект-проложение «Следуют люди». Его ведем мы, Павел Коныгин и Наталья Жданова. И в этом выпуске мы будем говорить с украинским журналистом Романом Цымбалюком. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и на подкаст-платформах. Ставьте лайки и пишите комментарии. Ром, тебя многие знают, в том числе, по твоим вопросам на пресс-конференциях Владимира Путина. Вот вы анализируете постоянно рейтинги. И скажется впечатление, что вы... Я не анализирую, смотрю на них. Вы же их печатаете. ...что вмешиваетесь тем самым в избирательный процесс, как когда-то делали в Соединенных Штатах. А для тебя самого вот эти вопросы — это что? Зачем? Ну, знаешь, слушайте, конечно, от вашего президента она же слава немножко отражается и, кажется, на меня попала. Хотя, на самом-то деле, я так как был украинским парнем, таким и остался. И вопросы мои, послушайте, ваша страна напала на нашу страну. Причем она напала таким образом, что Владимир Путин продолжает нам рассказывать, что нас там нет. Хотя все это прекрасно знают, что это неправда. И ваша газета на своих страницах неоднократно это фиксировала, в том числе Павлик, кстати. Поэтому, когда президент вашей страны, ну, извините, на весь мир врет о том, что России нет на Донбассе, а до этого он врал, что России нет в Крыму, то мне кажется, что мы как журналисты, в первую очередь, и в первую тоже очередь как люди, мы чего хотим? Вот мы хотим мира даже с вами. Ну, не лично с вами, а с вашей страной. И для того, чтобы этот мир хотя бы чуть-чуть начать нащупывать, в Москве и в Киеве происходящее на востоке Украины должны называть одинаково. Назвать вещи своими именами. И по сути, что мы имеем теперь? Ваш президент вашей страны, может, вы его не... Ну, ваш это как-то слишком... Президент вашей страны говорит, что он отправлял на Донбасс решать людей военные вопросы. Павлик, возможно, кого-то из них видел. Он говорил о том, что он несет ответственность, как верховный главнокомандующий, за жизни российских военных на Донбассе. Отвечая на мои вопросы. Он много чего по этому поводу говорил. Мы там с ними иногда дискутировали по поводу модели танков. Я тогда ошибся. Потом этот вопрос прочитал основательно. Потому что говорят, что нет россиян на Донбассе. Россиян в Донбассе нет. Заряжаю кулы мэтт. Есть такая песня Ореста Лютого. Но дело в том, что на Донбассе, в том числе такими каналами, как Russia Today, зафиксированы танки, например, Т-72Б3. Это последняя модификация. Не знаю. У нас таких танков нет. А на востоке Украины они почему-то появились. И люди там в военной форме. И такого всего очень-очень было много. Ну, от Путина-то ты что хочешь? Ты думаешь, что он тебе скажет, да, я признаю, да, мы там есть? А он это сказал. Он же это сказал. Он об этом говорит. Отвечая на мои вопросы. Может, поэтому уже вопрос не дают задавать. Ну, ничего страшного. Как это? История все помнит. А мне, может быть, орден дадут. При жизни. При жизни. Это важно. Просто пропагандисты и вот с федеральных каналов, да, да. Ну, ты, наверное, ты, наверное, сам об этом знаешь. Мы об этом сейчас еще поговорим. Говорят, что ты устраиваешь каждый раз перформансы на этих пресс-конференциях. И, в общем, это личный пиар все. Там понятно, что никакой информативной части нет. Есть вот только выступление Романа Цымбалюка. Так, друзья мои, я так что-то не могу понять. Вы хотите сказать, что не надо ходить на пресс-конференции Путина? Лишат мне аккредитацию, что вполне возможно. Я перестану это делать. Но пока мы в игре. Слушай, а ты правда единственный украинский журналист, аккредитованный в Москве? Пока да. Но это не мой выбор. А как так получилось, что ты вот стал таким уникальным человеком? Ну, понимаешь, во-первых, у нас никогда здесь не было много корпунтов. На момент начала российского вторжения была съемочная группа «1 плюс 1». И был корпунт агентства «Украины форума». Это наше государственное агентство. Ну, что-то аналог ТАСА. Потом, что случилось? За корреспондентом «1 плюс 1» Маргарита и Сытник начали ходить черные плащи. Начали там спрашивать, как бы обращаться к хозяйке квартиры, которую она снимала. Мы же снимаем тут жилье. Так, мы же иностранцы. Вот, что знаете ли вы, что здесь проживает враг России и всякое такое. И когда все это начало происходить, редакция приняла решение ее отозвать. Это было, слушай, лет прошло уже много. Точно похожая ситуация была с корреспондентом «Украинформа», когда, сейчас фамилию уже не вспомню, но глава московского Красного Креста сказал, что, блин, хм, хм, хм. То есть «Украинформа» написал такую новость, что глава московского отделения Красного Креста считает, что отправка так называемых гуманитарных конвоев на Донбасс, на оккупированную часть, является фактом вторжения. Потому что МЧС — это как-то милитарная организация или что-то этого. Войнизированное. Ну, типа того. Потом, я так понимаю, ему кто-то здесь объяснил, что Россия несят только памперсы и счастье на восток Украины. Он сказал, что его все переврали, он начал судиться, подавать в суд. И что произошло, ну, зная на тот момент, сколько людей здесь сидело в тюрьмах и сидит. Кстати, с украинскими паспортами, вот такими, как у меня. Тоже приняли решение человека эвакуировать в Киев. Я остался здесь один. А тебе насколько комфортно одному оставаться? Ты сказал, что тебя хотят распять. Это фигура речи или что ты хотел? Не, ну, понимаешь, в чем дело. Тут же интересная штука происходит. Ну, время от времени, ты же сам знаешь, это классика российского жанра. Тут нужны враги время от времени. Вот иногда говорят, что нужно сжечь там новую газету. Иногда такие размышления бывают, что там засели эти либерасты. Те, которые Россию не любят, хотят продаться Западу. Ну, и там список длинных, как бы, ваших преступлений. Это касается, кстати, и Москвы тоже. Часть, особенно в Украине, считают, что вы все агенты Кремля. Я думаю, что правда где-то посередине. И с каждым человеком нужно разбираться отдельно, кто чей агент. Вот в моем случае, понимаешь, что начало происходить. Вот время от времени они там начинают рассказывать, что там дикий Укр ходит по Москве. И ходит, и бухает, самое главное. Ходит по ресторанам, понимаешь, пьет каждый день. Блин, а у меня, во-первых, нет времени на это, но доработать, деньги зарабатывать, семья, мысли об Украине и все такое. Наверное, все уже согласятся сейчас, что удаленка – это наша новая реальность. Хотя сейчас мы сидим в студии и записываем для вас новый выпуск «Продолжение исследований». Но вот уже почти два года мы встречаемся только на записи. Ну да, я обустроила себе дома мини-студию для записи подкастов. И в нее входит не только стол, компьютер, микрофон, но еще и шкаф. Там звукоизоляция лучше. Как вариант, я слышал еще, что некоторые записываются под одеялом. Сейчас многие переходят на удаленку и обращают свое внимание на IT-сферу. Одно из самых востребованных направлений – это аналитика. Аналитиков на рынке не хватает, а их работа высоко ценится. В среднем аналитик в зависимости от специализации может получать 130, даже 150 тысяч рублей, а прокачанные – все 300 тысяч рублей. Поэтому мы рекомендуем курс аналитика данных от Skill Factory. Ну и самое интересное, что освоить его может каждый из вас. И неважно, какой у вас опыт и кем вы работаете. В курсе очень много практики. Вы пройдете сотни упражнений, сделаете десятки проектов, пройдете путь от Google-таблиц до питона и создания дашбордов. Также вас ждут занятия с экспертами из ВКонтакте, Яндекса и Озона, поддержка менторов на всех этапах обучения и помощь карьерного центра. А формат обучения очень удобный. Вы можете идти в своем темпе, регулировать нагрузку, а если захотите отдохнуть, то можно даже заморозить кост на время. Обратите внимание, что у Skill Factory большое количество положительных отзывов на независимых сайтах, а средняя оценка от студентов 4,7 из 5. Переходите по ссылке в описании прямо сейчас. А по нашему промо-коду продолжения вас ждет скидка в 45%. А также курс по SoftSkills для управления командой в подарок. А мы будем верить, что пандемия закончится, и мы все-таки начнем возвращаться в офис. И видеться чаще, чем раз в неделю, да? Да. До записи ты мне сказал, что в этот раз ты приехал в Москву из отпуска, я так понимаю, ну или из краткосрочного, да, прибыл. Я вакцинировался, да? Да, после пребывания в Киеве ты приехал и понял, что страшно стало. Ну, я немножечко так пытался соизмерить. Я же давно работаю, я у разных людей поспрашивал, что вообще происходит. Потому что чего я больше всего не хочу? Я не хочу остаться в России, понимаешь? Честно, я не боюсь, что меня отсюда депортируют, вышлют или не впустят. Я просто не хочу здесь остаться надолго. Поэтому некоторые опасения у меня были. Потому что перед тем, как сюда ехать, тут начали какие-то депутаты безумные из питерского ЗАГС собрания обращаться в следственный комитет. А ты боишься, что тебя могут посадить здесь? Ну, ты за сапавлик. Ты же знаешь, что тут священных коров нет. И всякое может быть. Короче, смысл в том, что я... Ты же знаешь, эта ненависть, она абсолютно управляемая. И вот я тут несколько дней нахожусь в российской столице. И понимаешь, я уже вот так проходишь в каком-то публичном месте, и на тебя так недобро смотрят. Хорошо, хоть коронавирус нам помогает. Маски на нас всех одел, и уже лучше как бы. Так вот, вот эта вот ненависть к себе, она очень неприятна. Когда ты, ну, представляешь, тебе кто-то хочет сделать что-то нехорошее, а ты идешь с детьми, с женой, и ты думаешь уже совсем по этому поводу, по-другому. Поэтому... А тебя прямо на улицах узнают и говорят... Недавно был случай в отделении почты. Я пришел регистрироваться. И зарегистрировался, что очень важно. Запишите, пожалуйста, это важное замечание. Потому что этот депутат ЗАГС Собрания из Санкт-Петербурга, он требует проверить законность моего пребывания здесь, понимаешь? А ты делал временную регистрацию? А я ее всегда делаю. Ну, порядок иностранных корреспондентов с безвизовых стран, он всегда одинаков. Мы безвизовая страна. Войну мы друг другу не объявили, несмотря ни на что. У нас вообще все хорошо. Вроде как на бумаге. Торгуют. Торгуем. Дипломатические отношения у нас есть. Все у нас... Поезда еще ходят? Вот поезда, самолеты не ходят, но границы открыты сухопутные. На машинах. Вот. И поэтому аккредитация МИД России. Марии Владимировне, привет. И второе, это регистрация по месту жительства. То есть уведомления из постановки на миграционный учет. Все. Я чист перед российским законом. Слушай, ну, у тебя, конечно же, еще есть вот такие особые отношения с Машей Захаровой. Ты сейчас ее уже упомянул. Мария Владимировна. Вы постоянно с Марией Владимировной перебрасываетесь или обмениваетесь какими-то репликами, колкостями. Я уже так не делаю. Но если по чесноку, как ты воспринимаешь вот, ну, не факт, но, по крайней мере, то, что говорят, да? Что на самом деле... Что присутствие единства украинского журналиста в России, который в том числе задает острые вопросы, оно выгодно, да? В том числе, там, российской власти, которая может всегда сказать, посмотрите, у нас даже украинский журналист такие вопросы задает, за которые у вас в Киеве давно бы уже... И так далее, и так далее, и так далее. Ну, отчасти я с тобой согласен, но, видишь, опять же, я вот публично об этом говорил, Владимир Владимирович, наших танков на Кубани нет, а российские в Крыму и на Донбассе есть. Это важно уточнение, вот когда мы проводим эту параллель. А вот в плане выгодно-невыгодно, ты же понимаешь, я же не просто так тебе сказал, что я уже колкостями не обмениваюсь, потому что... Почему? Ну, потому что... Изменилась ситуация. Ситуация у вас изменилась, и вот эта иллюзия в Фейсбуке, она с жизнью имеет очень такое отдаленное пересечение, поэтому, ну, я же умный, я так думаю. Мне пару раз намекнули, Рома, что ты не то ты делаешь, что ты ничего, не то ты говоришь, пиши о товарообороте Украины и России. А кто намекнул? Этот вопрос не комментирую, без комментариев. Поэтому, понимаешь, при всем весе Марии Владимировны, как российского чиновника и функционера, тут, еще раз, мы все знаем, что священных коров тут нет. Как российской джен-псаке. Это он сказал. Слушай, ну, есть такой класс украинских журналистов и политологов, которые постоянно ходят на эфиры российских телеканалов и зарабатывают там деньги. Такой кофтун есть, например. Кофтуна уволили. Слушай, меня тоже... Уволили? Ну, он уже не ходит. Меня, кстати, тоже уже много лет не приглашают. А я бы сходил бы, сказал, что что это вы... А что вы... Чего вы нам рассказываете? Ты ходил? Я ходил, да. А нафига ты ходил на российский телевидение? Ну, наверное, ты... Это вопрос с историей, что зачем задавать Путину вопросы, потому что ответ бессмысленный. На самом-то деле, эта история, особенно с российским ГОСТ-ТВ, она очень такая... Это всегда можно испачкаться очень сильно. Но, насколько я понимаю, ну, мне ни разу никто практически в этом не упрекал, кстати. Моя позиция по этой ситуации, она везде одинаковая. Будь это в гостях в «Новой газеты», будь это в эфире «Эхо Москвы», куда я время от времени еще попадаю или попадал, не знаю. Будь то любое другое, любая другая площадка. Мой YouTube или что-то другое. Я пытаюсь донести одну простую вещь в этой стране, как журналист и как гражданин, что стрелять в других людей – это очень плохо. И если так будет продолжаться, то мы вас проклянем. Ну, бог великих укров, он скажет... То есть, если тебя сейчас позовут на Первый канал или там, не знаю, на Россию, то ты готов пойти? Я подумаю. Ну, может, я так сказал, как бы, что любая площадка, но я всегда к этому относился очень избирательно. Очень. А тебе предлагали деньги на... Предлагали. А сколько предлагали? Мне предлагали 35, по-моему, тысяч за то, что я признаюсь, что я родственник. Рублей? Тысяч рублей? Вот эта история была с Жарханьяном. Когда он разводился со своей женой Виталиной. У нее фамилия такая, вторая часть Симбалюк. Вот. И мне звонил какой-то канал, я уже не помню, НТВ. Они говорят, мы вам дадим денег. Скажите, что вы ее родственник, что вы ее племянник. Надо защитить, короче, Симбалюков как бы. Я говорю, я вообще считаю, что человек с фамилией Симбалюк, он уже по определению... Защищен. ...лучше, чем другие. Но я не могу заниматься фальсификацией, потому что мы с ней не родственники. Ну, вот правда. Ну, Пашин, вопрос, так понимаю, был все-таки о другом. Это забавный кейс, конечно, но... Нет, нет. Ну, я не стеснен в материальных средствах. Ну, я... Блин, надо было по-другому сказать. Кто-то сейчас мой головрет послышит, послышит, так что тебе зарплату уменьшить. Нет, нужно увеличить. Но у меня все хорошо. Этой осенью очень много разных новостей с Украины приходило. Это и закон об олигархах, и тут, значит, Зеленского сравнивают чуть ли не с Путиным. Ну, вот в том смысле, что равноудаленные олигархи, вот то, что было в России в начале 2000-х, да, то же самое вроде как происходит на Украине. Что это значит вообще? Ну, зачем это делается? Вообще параллели, на самом-то деле, с Российской Федерацией, они неуместны. Когда Путин пришел к власти, он никаких законов по поводу олигархов не принимал. Он создал свою властную вертикаль, настроил силовиков таким образом, чтобы они любого олигарха ставили в очень неудобную позу для него, и диктовали свою волю, поставив, взяв под контроль финансовые потоки в этой стране и объявив многим богатым людям, которые многие пережили этот период, которые сколотили капиталы условно в 90-х при Ельцине, и они сейчас тоже остаются олигархами, ну или как минимум влиятельными людьми, богатыми, там, дефендеры, там, все хорошо у них, да? Но на каком-то этапе всем объяснили, что вы не имеете права больше вмешиваться в политику. И сделано это было без каких-либо специальных законов. В нашем случае у нас все немножечко по-другому. Я не вижу ни одного пока, скажем, признака того, что мы можем пойти по российской модели. У нас все эти годы, несмотря ни на что, проводились выборы, на которые голосовали люди. И этот выбор, он учитывался. И вот сейчас Зеленский, там, борясь за свои рейтинги, там, еще за что-то, он принимает эти законы, которые, по сути, они странные. Это называется покататься на велосипеде украинском. Потому что во всех странах, ну, кроме Украины, этот вопрос решается по-другому. Для этого есть антимонопольный комитет, в Украине он тоже есть, и, опять же, правоохранительные органы. Если какая-то финансо-промышленная группа или олигархи имеет монополию в какой-то сфере бизнеса в Украине, что надо делать? Ну, мне кажется, не надо бизнес не разрушать, не надо никого сажать для начала, а нужно законодательными способами сделать так, чтобы человек не контролировал конкретную отрасль. И тогда все будет хорошо. То, что они приняли, ну, закон уже подписан давно. Я что-то не вижу, чтобы Владимир Александрович Зеленский решился на то, чтобы назвать поименно олигархов. Хотя все в Украине прекрасно знают, кто это. Этих людей не так много. Ну, основных это пять человек. Многие считают, что этот закон принят против Петра Алексеевича Порошенко, который, многие, опять же, считают, формально подходит под это описание. Но согласно нашего законодательства, если человек богат, если у него есть телеканалы и шоколадная фабрика, это не является основанием вводить какие-то ограничения на его политическую деятельность. Так, на секундочку. Поэтому для меня это больше похоже на такую пиар-историю, из которой будет пшик. А зачем пиар этот Зеленскому? Зачем высокий рейтинг? Он пойдет на второй срок? Ну, я в его офисе не работаю. Но согласно последним вот этим флюидам, которые оттуда издаются, то им нравится руководить страной. И вроде бы они собираются. Это сейчас уже понятно. При том, что он говорил, что вроде бы будет только один срок, да? Ну, он уже объяснил. Ты что, Павлик? Он уже сказал, что он постарается сделать все за один срок. Но может не успеет. Но если не успеет, тогда надо повторить. Можем повторить. Вот так. Но сейчас, насколько я вижу эту картину, то есть никто так не сказал, что идем, не идем. По-первых, у него только экватор. Понимаешь, это у нас пять лет, два с половиной года еще руководить страной. Уже думаешь, еще так много. А по российским меркам, да? Так мало. Путину два с половиной года еще. Так это вообще. Это вообще ничего. То, что сейчас происходит вблизи границ или не вблизи, на каком-то удалении, какое-то стягивание войск, переброска этих войск. И потом Франция начинает предупреждать Россию, что поосторожнее. А в Киеве говорят, что да нет, на самом деле ничего страшного не происходит. Русские там чего-то забавляются. Как ты воспринимаешь все эти новости? Есть какая-то эскалация или какие-то признаки? Если мы говорим о линии фронта на Донбассе, то при том, что люди погибают, это у нас один из самых мирных периодов. Статистика ОБСЕ об этом говорит. Хотя вот оно там всегда то вверх, то вниз. Но в целом по количеству погибших, военных и гражданских, речь очевидно не про Донбасс, а вообще Россию, Украину, война. Смотри, вот я этим вопросом тоже занимался, интересовался, как же так получается, что у американцев и у нас разная позиция по этому поводу. Еще кто-то говорит, что у нас внешнее управление. Смешно, да? Есть такое мнение, что с нашей действующей властной командой американские друзья не всей информацией стали обмениваться, потому что она начала утекать в Москву. Вот несколько раз от разных людей я слышал эту версию. И, в принципе, возможно, она имеет право на жизнь. Утекает с Вашингтона? Нет, нет, нет. Ну, например, наши американские друзья, у них же есть и спутники, у них, ну, система немножко, соответственно, происходит обмен разведданными, там, военно-технической помощи. Ну, это целый комплекс мероприятий, направленных на поддержание Украины в рамках наших усилий по защите себя. Вот. И вот тут может быть такой момент. А если говорить, что происходит что-то или не происходит, ну, то, что Россия оказывает военное давление на нас таким образом, это понятно. Но это происходит с 2014 года. Если здесь какой-то новый элемент, я не знаю. Но, опять же, воинские части по периметру границы с Украиной, они же передислоцированы на постоянной основе к нашим границам с 2014 года. Там вот, ну, самые большие ядро, это, соответственно, в Ростовской области, так, по-моему, я тут не помню тех цифровых, 150-я дивизия там появилась почему-то, какая-то 8-я армия, ну, эти важные, цифры важные, потому что они как раз и руководят группировкой на оккупированной части Донбасса. Ну, и там дальше, вот куда мы идем, там, что у нас там, Белгородская область, Воронежская область, Смоленская, Брянская область, точнее, Брянская, а потом Смоленская. Вот. Куда ж масса военных переехали, российские. И это не военный секрет, об этом Википедия пишет. Я видела еще сообщение про некий план Б, который есть якобы у Зеленского для решения ситуации в Донбассе. Он уже запущен в действие. Что это такое? Этот план называется «Стена». И стена эта уже тоже существует, и она, кстати, существовала до Зеленского, то есть эта стена не в виде того, что это какой-то каменный забор. Нет, нет. В нашем случае стена – это линия фортификационных сооружений, окопы, капониры, что там, бункеры. А, бункеры – это про Россию. У нас дзоты, там, опорные пункты. Ну, я в этой терминологии не очень силен. Вот. Это все система коммуникации военных. Линия обороны первая, линия обороны вторая. А что имеется в виду под планом «Б», Зеленский почему-то думал, что вот он придет и скажет, «Владимир Владимирович, давайте просто прекратим стрелять. Мы же нормальные парни. Нас зовут Вова, вас, меня. Давайте просто будем, я не знаю, фильмами торговать, нефтью». А тут получилось, что в Кремле, ну, вроде как, заметили смену президента. Был Петр Алексеевич, стал Владимир Александрович. А требования к Украине, они те же. И они неприемлемы для нас. И, то есть, они, наша новая зеленая команда, они думали, что они каким-то образом договорятся. И вот будет реинтеграция Донбасса, Россия оттуда уйдет. То есть, они ожидали, что требования немножко снизятся, чтобы будет какая-то... Я не знаю, почему так они думали, но они действительно так думали. Об этом свидетельствуют их действия. Вот эти вот дебильные заявления. Мы хотим, мы видели в глазах Путина желание мира. И, короче, первый год эта вся бодяга длилась. Мирный процесс берем в кавычки. А потом они, в принципе, сразу сказали, что если не выйдет в течение года, то тогда проект Стена, план Б. Ну, а как ты думаешь, когда удастся решить вот этот вот клубок противоречий, да? Когда удастся решить вопрос и с Донбассом, и как-то разобраться с вопросом, с крымским вопросом? Вы сами знаете, что Путин будет у власти столько, сколько он захочет. У нас такой опции в стране нет. И да, движение происходит и у вас, и у нас. Только мы с каждым днем движемся в абсолютно противоположных направлениях. И когда ты говоришь, когда это закончится, вполне возможно, что не скоро. Может быть, процесс этот займет десятилетия. Но самое главное в этой истории, что Украина никогда не признает захват и временную аннексию Крыма и, соответственно, Донбасса. Этого просто не произойдет. И в учебниках украинной истории написано, что 20 февраля 2014 года российская армия вторглась в Крым и захватила его. На этой информации вырастет много-много поколений украинцев. И люди, которые будут расти, а за 7 лет целые поколения выросли. Вот этой истории, как было в 2014 году, когда по нашим позициям с Ростовской области палили из артиллерии, этого уже не будет. Вот и все. И каждый украинский военный уже прекрасно знает, что делать. Вот и все. Это страшно. Потом скажут, что Цымбалюк занимается разжиганием межнациональной розни. Но, ребята, можете это интерпретировать как угодно, но этот вопрос войны, он ключевой. Но ты просто так говоришь, как будто бы действительно тот же самый Путин и та же самая власть в России, как любят наговорить наши общие знакомые, это одно и то же. Что люди и власть, это одно и то же. На самом деле у людей другая совсем жизнь. И вот так вот в массе своей, если выйти на улицу и спросить, а есть ли вам какое-то дело до Украины, то большинство людей сейчас, точно так же, как и 5 лет назад, скажут, да нет, никакого дела нам до Украины. Я с тобой не соглашусь. Из либералов делают врагов, всяких плохих, нехороших редисок и крокодилов, это факт, да, это факт. Но то, что ведутся ли на это люди, ну кто-то ведется. Мне кажется, очень много кто ведется. А большинство, мне кажется, не ведется, большинству пофигу, потому что у них другие проблемы. У них разбитые дороги, у них отсутствие детских садов, у них произвол власти. Павлович, не манипулируй. Нет, я не... Манипулируй, во-первых, социальная сфера, ну не так все тут плохо, давай я вот как... Я говорю по-российскому, естественно, да, социальную сферу. Да, как гражданин Украины могу сказать, что тут тоже дофига чего вкладываются на инфраструктурные проекты. Это правда, и не только в Москве. Вот эту повестку дня Навального, нахрен ее, она вопросов войны и мира не касается. Теперь что касается... Я тебя отвечу, Павлик, ты меня просто раздраконил, просто я уже не могу. Павлик, когда касается... Во-первых, есть соцопросы, которые проводят в том числе иностранные агенты типа Левады Центра, которые свидетельствуют, что... Не нужно будет делать сноску, смотри, как хорошо. Ну, конечно, я же грамотный человек, знаю, законы не нарушаю российские. Так вот, эти опросы свидетельствуют, что политику Путина по отношению к Украине поддерживают большинство граждан России. А в списке врагов мы на почетном втором месте после Соединенных Штатов. Поэтому думать и говорить о том, что вот есть какие-то граждане России, которые... Смотри, как спрашивать, Ром. Россияне в своей массе, это имперцы, это преподается в школе, что вот мы всех нагнем. Гагарин был первый, и мы первые будем снова. А если не будем первые, то скажем, что они все равно говно, а мы лучше. Будет именно вот так. Этому здесь учат детей, этому учит российское общество. Поэтому я даже не знаю, какие-то арии просто. Не знаю. У меня ребенок сейчас в третьем классе, и я не заметила пока вот такой накачки, честно говоря, и себя вспоминаю. Ну, вот каких-то имперских таких штук. Да, Гагарин первый? У нас в 90-е тоже не было вот в моей школе такого. Ну, понятно, что это были 90-е. Многое изменилось. Но, слушай, это началось, конечно же, в последние годы, так скажем, в последние десятилетия. Я тебе хочу сказать, что, конечно же, ответственность за это несет нынешнее политическое руководство. Путин во всем виноват, да? Нет, ну, понятно, что государственный режим, он вот так видит мир своих, назначает себе врагов постоянно и навязывает их к обществу. А это, ты хочешь сказать, что это можно просто изменить, вот так вот выключить телевизор? Нет, я думаю, что выключив телевизор, наверное, не сразу это произойдет, но довольно быстро это исчезнет. Ну, то есть, мне кажется, что, на самом деле, вот эта навязываемая повестка, она, конечно же, такая довольно... Она токсичная, но если ее убрать, то большинство тяжелых проблем, наверное, решится само собой. Понятно, что какие-то вещи останутся. Ты идеалист, Павлик. Я хотел бы, чтобы ты был прав. Скажу тебе честно, но я в это не верю. Но хотел бы, чтобы ты был прав, а я ошибся. Слушай, а вот в Украине отношение к русским как изменилось, как к народу за эти годы? Ты знаешь, вот у нас есть опросы, у нас большинство, то есть мы, несмотря на то, что мы пострадавшая сторона, так вот эти опросы говорят, что мы относимся к вам в своей массе намного лучше, чем вы относитесь к нам. Это тоже факт. Но Украина у нас же всегда, у нас там 10 мнений по каждому поводу. Но там в части факта российской агрессии есть, кто у нас этот отрицает, как и здесь, на самом-то деле. Но подавляющее большинство, соответственно, граждан Украины в этом абсолютно убеждены, никто в этом не сомневается. Поэтому я думаю, если честно, что это время идет, и мы пересекаемся в первую очередь на линии фронта в Донецке и там, где административная граница с захваченным Крымом. То есть, понимаешь, я вот здесь много лет проработал. Я вот помню, допустим, если раньше сюда приезжали украинские чиновники, российские ездили к нам, постоянные визиты, какие-то там театральные штуки, еще там что-то, кино снимали. 95-й квартал до войны выступал в Москве. Я президента Украины и видел в Москве на сцене. Были такие времена. Один или два раза, они там что-то, по-моему, с СТС хотели делать. Это неважно. Это было до войны. И экономика, политика, вообще, ну, просто куча-куча всего. Так вот сейчас вот этот весь пакет человеческих судеб, пересечения денежных потоков и все-все-все, все теперь оно исключительно на линии фронта. Поэтому люди, которые нейтрально относятся к россиянам или даже хорошо, но это не значит, что, понимаешь, если человек говорит, тоже можно манипулировать. Человек говорит, я нормально отношусь к России. Я вот тоже хочу, я вот, я гражданин Украины, Роман Цимбалюк, хорошо отношусь к России, нормально отношусь. Меня один только вопрос не устраивает. Война и оккупация украинской территории. И вот я думаю, что такую позицию в той или иной степени большинство людей не выскажет. Вот таких опросов, как ты сказал про Левада-центр, да, не проводятся в Украине? Проводятся, почему? Ну... Считают ли украинцы россиян врагами? Вот я же сказал, что этот процент намного меньше у нас, чем у вас. Но считают все-таки. На каком мы там вместе в этом рейтинге? Нет, вы на первом, за это не переживайте. Вот, потому что у нас других врагов-то нет. На нас больше никто не нападал, соответственно, мы со всеми остальными относимся, ну, ровно кому-то лучше, кому-то хуже. Вот у нас 14 октября, день защитника Украины, и на марш защитников Украины выходят тысячи, десятки, а иногда, мне кажется, сотни тысяч людей. И дети несут своих отцов на портретах. У нас нет этого бессмертного полка 9 мая. И наше мероприятие, оно выглядит совсем по-другому. Потому что люди, которых, портреты которых несут 9 мая, они умерли и погибли давно. Давно. Вторая мировая война, или Великая Отечественная, она закончилась давно. А сейчас, вот дети, которые сейчас, вот сейчас, мой крестник, например, отец которого погиб в Донецком аэропорту. Что крестник, что его отец погибший, ни одного слова на украинском языке не сказали. Как ты думаешь, что он в себе думает? Говорит на русском вообще не хуже, чем вы. Вообще не хуже, ни разу. Не шокает, не гэкает. Правильная речь. Что он думает о вашей стране? Ну, блин, вот эти вещи, которые произошли, они, понимаете, это не решается. Самое главное, понимаешь, в чем дело? То есть, все заканчивается, все войны заканчиваются. Наша не заканчивается. И самое главное, вы же посмотрите, какую позицию занимает российское государство сейчас. Оно не сильно отличается от 2014 года. Поэтому мы живем в таких условиях, что с каждым годом вот этот фактор, ну, то, что называется, я думаю, что вот наступит еще такой, если так будет продолжаться, вот у нас там есть пророссийские партии, они даже в парламенте присутствуют, занимают, ну, в принципе, для демократии неплохие позиции. Если так будет продолжаться, понимаете, эти люди станут просто маргиналами вообще. Да, но это пока происходит или нет, это вопрос. И что сейчас, какая сейчас складывается ситуация с Медведчуком, с кумом Путина, который очень такой, очень необычный персонаж. Я тоже у него брал интервью. И могу сказать, что, конечно же, он считает себя гораздо более весомым политиком, чем он есть на самом деле. Но вес ему придает, наверное, скорее всего, факт кумовства, да, в первую очередь. Порошенко его не трогал, а Зеленский его очень быстро, значит, подрезал. Ну, и он сейчас по домашним арестам. А вот его партии, насколько они влиятельны? Ну, смотри, во-первых, опять же, если учесть, этот процесс уже произошел. Просто я имел в виду, что в парламенте не будет этих партий. То есть, если раньше у нас была партия регионов, которые там русский язык, мы вас там научим и всякое такое, дружба с Россией. Ну, ты вспомни риторику до 2014 года. Люди с такой повесткой политической, они претендовали на власть в стране. Теперь эта партия так и называется. Оппозиционная платформа. Оппозиционная. То есть, они уже как бы в названии говорят, что мы к власти не придем. Все, хана, как бы мы здесь будем только орать, там, не знаю, поздравлять Путина с днем рождения, еще что-то. То есть, они уже маргиналы политические. Потому что власть они больше не возьмут. Это важно. Вот. А что касается Путина и его кума, ну, Виктор Владимирович, я так понимаю, не голодает. Все у него хорошо. Иногда с-под домашнего ареста созванивается с Олей Скобеевой. По крайней мере, один раз так точно я это видел. Тут история, ты понимаешь, в чем дело? То есть, за такие действия в России уже давно бы посадили бы и уже забыли фамилию человека. Но у нас немножечко тут есть нюансы. Это говорит, кстати, о слабости государства. А ты бы хотел, чтобы его... Я считаю, что за преступления, которые выдвигаются против этих людей, государственная измена, там и так далее, и так далее. Там, например, проведение российских референдумов об отделении. Вот статья. И за это у нас, мне неизвестно, чтобы все сели в тюрьму. Поэтому говорю, что слабое государство. И тут, конечно же, это называется политическая воля президента Зеленского. Если вот они сейчас эти дела все поперемывают вот так вот и потом сольют, что будет? Но на Зеленского спустят всех собак, и я лично буду принимать в этом участие, который скажет, таких людей будут миллионы. Владимир Александрович, так ты что? Ты слабак? Вы все понимаете, что на этих людей, на всех вот такие вот дела. У нас там тоже контора пишет. Но их почему не садят? Это называется политическая воля. Потому что они хотят ссориться с Россией, не хотят там еще чего-то. Ну, там где-то кто-то там бабло решает, где-то еще. Ну, это же в Украине там немножко одна система, другая политическая, назовем это так, другая политическая культура. Ну, вот это дело. Короче, если дело сольют, ну, считайте Владимиру Александровичу второго срока не видать точно. Я и сейчас не уверен, что ему его видать. Но тогда вообще просто, понимаешь, ну, то есть, это же, ну, да, это элемент политики. Он пойдет на это в итоге ради второго срока? Я бы хотел, чтобы он пошел на это ради Украины. И когда он будет свои решения принимать, базируясь на интересах государства, то мудрый украинский народ подумает, ну, да, он смешной, но он сделал то-то, то-то. Для кого-то смешной, а кому-то он, наоборот, очень-очень нравится. Он сделал то, то, то. И, да, это он не сделал, но, в принципе, ход мысли его, ход его реальных действий, не заявлений, не намерений, а действий, он таков. Тогда, конечно, все шансы есть. Ну, как будет, я не знаю. Пока народ, скорее всего, его будут мочить все. Ну, это у нас народная такая забава, мочить президента. Рейтинги там, ну, демократия, короче. Как ты относишься к идее того, к идее многих российских, там, либералов? Некоторые из них, там, перебрались в Киев, а кто-то нет. Что они говорят о том, что Украина — это такая, это такая свободная западная, типа, Россия или Русь. Меня начинают колбасить. Почему тебя начинают колбасить? Потому что вы задолбались о своей России. Это не мы, это, я сказал, это отдельные. Вы задолбались о своей России без Путина. Стройте Россию без Путина где-нибудь в другом месте. У вас страна большая. Вы можете в России строить страну без Путина. Наша страна называется Украина. Украина, Юкраин. Все просто. Поэтому вот эти вот параллели, они странные, они дебильные. Они вызывают раздражение в Украине, потому что это Украина. По-твоему общего между Украиной и Европой сейчас больше уже, чем между Украиной и Россией? Если раньше часто приезжали в Россию, то теперь сюда ездят все меньше и меньше. Ездят на Запад, ездят в Польшу, ездят в Италию, потом зарабатывают там евро. Кто-то приезжает домой, открывает мини-пекарню. Потому что он посмотрел, а-а-а, франчетто, они вот так вот это делали. Теперь у них был вот такой вот аппарат. Теперь он у нас будет в Киеве или где-нибудь в Волновахе. И мы будем делать точно так же. И он будет думать, как они. То есть это целый, понимаешь, мировоззренческий скачок произошел. Люди, которые живут в Украине, они даже не всегда это понимают еще. Что вот просто такое, мы в таких изменениях находимся, которые исправить Россия практически не может. Практически. Вы ничего не можете этот вопрос остановить. То есть есть одна опция. Да. Но я думаю, что поезд уже ушел. Оказавшись перед Владимиром Путиным на очередной пресс-конференции, Какой вопрос ты ему задаешь? Дай какой-нибудь спойлер. Не, ну, мне кажется, такой опции у меня уже не будет, если честно. Поэтому я и спрашиваю. Но я бы спросил бы, наверное, то есть по Донбассу все понятно. Я бы спросил вообще, понимает ли Владимир Путин, что он сделал с исторической точки зрения. То есть, ну, согласитесь, до 2014 года парароссийские силы всегда имели колоссальное политическое влияние в Украине. Российское политическое влияние распространялось до Ужгорода включительно. Россия была всегда альтернативой развитию. То есть всегда мы думали, блин, а может быть действительно, нахера нам эти, они там по-венгерски говорят, еще бы на разных языках. А тут вот Россия, русский язык, который мы все знаем. Ну, вот я бы как-то в таком ключе сформулировал, что дальше. Вот последний раз на Валдае Владимир Путин говорил, что ситуация в тупике. Вот. И нашел ли он выход из тупика без войны? Это будет мой вопрос. Отлично. Хороший вопрос. Надеюсь, что после него ты сможешь спокойно и дальше работать в Москве. Желаю тебе удачи. Спасибо вам, что пригласили. Субтитры создавал DimaTorzok